Сделаем так, что я прочту какое-то количество текстов из книги, плату их здесь, штук 15, и я прочту даже не все. Потом мы, может быть, поговорим, а после этого я прочту несколько новых текстов. И потом всякие будут слова. Разные. Мы ещё поговорим. Да, может, Никита поговорит. Которого голоса. Соответствует духу войны, но прошла война. Война ничего не говорит подростку, уходящему на войну. Он фотографируется среди чучел и ногах, в платьях и в цветах. Что вы сказали после войны? Главное дело предков угасло. Некого больше встречать, некому встретить. Проще сказать. Он умер в лавоне метро. Расширилось сердце. Но нет. Он вернулся с войны. Персонажи покидают нас. Он не вернулся с войны. В квартире на Лиговском. Монотонный треск стрекозы. Двое лежат обнажённые. И он говорит. Вот, девочка. Мои личные вертолёты. Мой чёрный-шёлковый китайский халат. Отечественные сигареты. Девочка улыбается и хлопает в ладоши. Она седает. Мои друзья говорят. Надо быть холоднее. Чтобы разрушить. Чтобы однажды в новостях увидеть. Он ехал и он взорвал границы одной страны. Чтобы не увидеть новостей и вовсе. А Дима говорит. Я подхожу к ним, спрашиваю и стреляю. Чернильными шариками. Девяносто шестой, девяносто седьмой. Побочная пионер письма, которых не видели никогда. Просыпается и говорит. Как хорошо, как хороша белая грудь пионерки. И флаги терпки. И ты там, где флаги имеют и вкус, и запах. Палки и тряпки. И цвет палки и тряпки. Ничем не окрашенных. Только встреча в канун Рождества. Или в канун Яблочного Спаса. Или на пороге Дома Радио. Бабы хлопают в ладоши. И снова удаляются. В дом, где торгуют семечки и сигареты. Подростки. А, текст школа. Подростки, читающие общество спектакля. Я говорю. Не поздно ли? Они отвечают. Нет. Сейчас на часах шесть. Сентябрь. Кровеносные системы школы. В роще Березовой. Исправительной колонии. В кабинете биологии. За формалиненные тельца крыс. Мышка мертвая. Сорванного государства. Лег головой в листву. На груди сухие цветы бессмертника. На языке сокровища черные. Русского формализма. В рощи солнечный паук надевает путы на легкие ветви. И учитель в крапинках крови оседает внезапно. Я открываю глаза и вижу. Большое сердце дети посыпают землей. Туман от книг расходится. Белые сумерки. Первая сигарета. В обнимку с девочками в дымном шаре мы заперты. Макулатура вздымается вверх. Черная пена типографских шрифтов от Рождества Христова. Порванный рот государственного телевидения. Серые кишки независимой печати. Мертвые полицейские. В кабинете биологии. На открытом уроке. Закутанные в хлипкую шерсть. Долгие колонны очередей по дороге домой. Что в них умалчивается? Красное листво. Желтое. Детское тело ищит. Кричит внезапно. Уедем отсюда. Но нет здесь вокзала. Я ударяюсь о стены. Тело вспарывает проволока. Обволакивает километры пищевой пленки. В глубине местных искусств спят мясные кураторы. Шитые из свинины. Приправленные говядиной. На перемене без времени целуют член директора. Здание школы, покрытое легкой чешуей, качается на ветру. Сарайчик. Передвижной балаганчик. У каждого сердца скрытый за корешками книг. Институтом семьи и собственности. Против читателя. Против тебя. Вообще человека. Выпирающий пламенем. Изрекающий только ложь. 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 Тоталин страх смерти в маленьких вещах. Дима говорит. Анг. Тоска. Золотые звезды на синем. В египетском зале Пушкинского музея. Художники говорят. Вот мы вышли из музеев. На улице и везде. Я говорю. Нет. Вы туда вошли. Капитал прочитанный в воображаемом без сокращений. Араб нес мумию и банку с кислотой. Русский нес паночку и кудрявый нос Гоголя. На край геометрии. В черные звуки чисел. Туда. Вместе с собой. А цыганам на городском празднике публично удаляли зубы. Потом сделали из этого действия. Сделали кислые выжимки статей. И те, кто читает эти выжимки, быстро проходят мимо. Быстро смерть. Красные зародыши на ладонях ординаторов молодых практиканток. Но где этот гимн, который можно и во дворе сказать. Ко мне домой в Омск приехать и во дворе сказать. Так, чтобы сказать. И так создать. Словно песню. Которую не в ритме надо петь, а по любви в постели качать. Что ты ответишь которым, не знающим, изменить себя. И что делать с ужасом, с подорожанием. Ужас эротики. Брать, брать, брать. Бояться, что запеленают. Или будут не те врачи. Бояться, что ни одна книга, ни одно культурное впечатление не спасут от того, что будут не те врачи. Врач, врач, врач. Это я. Набраться ужаса, чтобы сказать. Я трус. Я не должен сам себя жечь и гореть, как тибетский монах. Мама моя не должна. Отец мой не должен. Но что с ними? Что у них умалчивается? Вот поэтому и в тело садится проза, написанная древнеегипетским, написанная дантистами. Спокойный ужас, зияние в каждом значке. Вот ответ на вопрос, почему женщины не всегда хотят заняться любовью. А даже если всегда хотят, всегда приятно, то все равно не так. Не помнят поэтому, как рожали. Не воспринимают детей, как своих детей. Украшают себя или намеренно не используют никаких средств. Не читают метафизику. Проклинают болтовню. Трогают себя между ног. Трогают лицо, каждый раз навязчиво во время чтения. А каждый мужчина теперь паук, журналист, математик. Темная обезьяна на шпиле воображаемого здания. Жрец, перерезавший вены. Семьянин символического. Поэт в ловушке перечислений. Стонущий кнут. Туман на краю озера.